Тропы детства. Приключенческая игра под таким названием прошла на лыжероллерной трассе. В этом году игру посвятили 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участие в ней принял наш корреспондент Дмитрий Марков. Всего участие в игре приняло 8 команд. 4 команды представила 4-я школа – кадеты и отвага. 2 команды представил Ненецкий аграрно-экономический техникум – МЧС и адреналин. И по одной команде представил ДДТ поселка Искателей и ДДТ города Наринмара. Каждой предстояло пройти 9 этапов. Один из них – тушение имитированного очага из огнетушителя. Затем этап радиационно-химическая биологическая защита. Участникам требовалось одеть костюм Илладин. Изначально судьи этот этап оценивали на время, но в связи с тем, что ребята одевали костюм впервые, пошли на уступки. Одним из самых интересных этапов стала пожарная эстафета. Не 4 человека от команды на время должны одеть пожарный костюм – боевку, провести рукавную магистраль и сбить водой бутылки. Также участники испытали себя в ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи, прошли проверку знаний о катастрофе на ЧАЭС, подготовку посадочной площадки для вертолета и аварийные знаки. После игрового блока была продемонстрирована выставка спецтехники МЧС России и организована демонстрационное выступление УМВД России по Ненецкому округу. Они показали работы группы захвата по ликвидации террористов с применением спецтехники и оружия.